Не приближайся к нему близко. Вот так держи. Направо показывает? Опять направо, да? Останавливайся. Встань за ним. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я еще раз повторяю, это беспрецедентно. Я ничего не делал против вашего закона. Не имеете права меня трогать, это провокация! Да ладно! Взяли с поличника. Чего уж. Это что такое? Я первый раз его вижу. Что вы скажете, коломийцы? Надеюсь, будет учтено мое чистосердечное признание. Разумеется. Судом. Два года мы с ним знакомы. Это наглая клевета и провокация. Я не знаю никакой коломийцы. Господин Костелли, это ваш чемодан? Нет. 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 Значит, это ваш? Это да. Я надеюсь, эти доллары прошли таможенный контроль. Все оформлено официально. Но вы понимаете, это обыск иностранной подлинной. И кто будет виноват персонально? Я. Можете записать. Капитан Тихонов. Так что, звонить на таможню, узнавать про доллары. Я эти доллары брал у один наш сотрудник. Зачем вы их пытались передать коломийцу? Нет. Нет. Это ошибка. Так, тогда придется посмотреть маленький сюжет. Пожалуйста, включайте. Узнаете себя, господин Костелли? Нет. Узнаете себя, господин Костелли? Внимание. Стоп. Отпираться можно до разумных пределов, господин Костелли. Чистосердечное признание по нашим законам смягчает вину. Это вам может подтвердить коломийца. Да, Фауста, это правда. Прекрасно. Садитесь. Саша, дай бумагу. Ручка, бумага. Вам тоже кломиться придется все изложить на бумаге. Пожалуйста, садитесь. Вот, пожалуйста. Я пишу испанский. Опишите, пожалуйста, подробно все связанное с русским орденом Андрея Первозванного. Где, когда и при каких обстоятельствах вы его приобрели. Орден. Кстати, где сейчас этот орден? У меня его... На вашей территории. Это правда? Правда? Да. Это правда. Вот и напишите заявление о пропаже чемодана с вещами. Вещи мы вам вернем. Ну, как они у вас? Нормально. Сейчас приедет представитель меда. Хорошо, не буду мешать. Вещи.